Здравствуйте, это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Рад встрече в эфире и спешу рассказать самые интересные самарские новости. Устрою сегодня вашим глазам отдых и порадую их. Начинаем. Идеальные фигуры, выверенная осанка и легкость на грани фантастики. В Самаре прошли одни из самых красивых самарских соревнований. Первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике собрало более 200 юных участниц. Сегодня прошли командные зачеты, а самый ответственный этап состоится в субботу. Через какие тернии приходится идти к звездам и почему этим девочкам Дед Мороз никогда не дарит конфеты. История сегодня. Это как бы переворот назад. Я разминаю так спину. Не больно? Нет. Всего-то упражнение для разминки. От таких пируэтов у любого обычного человека дух захватывает. Только эти дети не видят в этом ничего необычного. Ноги выше головы. Все в порядке вещей. Они не сломаются. В хрупком теле каждый день куется стальной дух. Выносливость бок о бок с широкой улыбкой. Ну тяжело, но это нужно терпеть, чтобы вы стоите на то, что красивые, как некоторые. Вознимательные глаза. Я контролирую, конечно. Зал одного из самарских спортивных комплексов разделен на две части, как на два мира. По одну сторону ширмы, красивая картинка и результат. По другую, под слезы и огромное количество сил. Готовиться к выступлению 11-летние гимнастки. Работать начали уже в 4 года. С тех пор постоянные тренировки, выступления, жесткий график и, конечно же, диета. Мы едим только утром, в обед, а вечером мы пьем или молоко, или кефир. А что вам запрещено? Ну, мучное, шоколад нельзя после трех есть. Этим хрупким девочкам Дед Мороз не приносит в подарок конфеты. Зазря не соблазняет. У них каждый грамм на счету. Самый лучший подарок – лишний час в сутках, который, конечно же, уйдет на тренировки. Тысячи часов ради нескольких минут на ковре. Кого-то нужно обнять, кого-то нужно приласкать, кого-то нужно, так сказать, очень строго и жестко встряхнуть. Самара встречает первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Три дня подряд буйство красок, блеска и идеальных форм. 200 сильнейших спортсменок из Татарстана, Республики Мариэл и других регионов. Гимнастки выступают в индивидуальной программе и групповых упражнениях. По данным на второй день соревнований, команда Самарской области входит в топ-лидеров. По предварительным результатам сейчас занимает на данный момент третье место. Будем надеяться, что сегодня наша команда выступит удачно. И мы, если не поднимемся, то останемся на третьем призовом месте. Ради результата, ради того, как выступает ребенок, как нравится, думаю, родители могут и потерпеть, и справиться с этими трудностями. С умной головой можно делать много. А когда голова пустая, одни проспекты, там ничего не сделаешь, даже с самыми великолепными данными. Снова и снова отработка одних и тех же элементов, контроль своего тела и гимнастических предметов, точность расчета, максимальная отдача и никаких эмоций, кроме широкой улыбки. Суровый мир по другую сторону ширмы и всего один шаг до сцены. Шаг, который даст возможность войти в состав команды сборной Приволжского федерального округа для участия в первенстве России. На этом все. В понедельник подведем итоги первой рабочей недели наступившего Нового года. Расставания долгим не будет. Хороших выходных. Всего доброго. Пока.